Старая водосливная система могла разом перенести только 5 тонн воды и только за три полета могла вылить на горящий лес столько жидкости, сколько новая ВСУ-15 за раз. Из-за тяжести ковша с водой работать с новой водосливной системой можно только на самом большом в мире военно-транспортном вертолете Ми-26. Испытать новую систему на реальном пожаре летчикам пока не довелось. Тренируются на дымовых шашках. Выполнили каждый экипаж по три слива. Масса по 12 тонн. У нас водосливное устройство 12 тонн емкостью. Но в общей сложности где-то 150 тонн воды слили. Если так по габаритам взять, по размерам тушения пожара, то где-то гектаров могли 100 затушить, если было бы реальное возгорание. При погружении в водоем устройство блокирует выход воды автоматически. Командир вертолета видит расположение ВСУ на мониторе с помощью специальных камер и может в экстренных случаях сбросить воду самостоятельно. А в обычной ситуации за системой следит борт-механик. Зависит от меня и жизнь экипажа, и вертолета. Можно зацепить за какую-то преграду. Мне нужно очень внимательно за этим следить. Потому как бывали моменты, что и деревья тушили, бывали моменты, что и машины тушили. То есть высоту надо смотреть внимательно, чтобы не зацепить. Потому что это очень плачевно. Вода сбрасывается с высоты около 40 метров. На реальном пожаре вертолетчикам придется работать в условиях минимальной видимости из-за задымления. Тренироваться тушить пожар с воздуха пилоты обязаны как минимум раз в месяц. Евгения Нагорская, Николай Андреянов, Дон-24, Зерноград.